Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире передача на туре, а значит сегодня мы будем говорить о футболе. В студии Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов, Максим Киселев. Ну и мы начинаем, наверное, есть что обсудить. Давненько, да, друзья, мы здесь не собирались, в этом нашем спортивном баре. И главное, о чем мы хотели поговорить все-таки, с чего начать сегодняшний наш диалог, это матч Еврокубков. Предлагаю начать с Лиги Чемпионов. Хорошо. Наверное, начнем с единственной команды, которая была у нас в гостях, это Титан. Он ездил в гости к Южной Тройке и матч завершился со счетом 4-4. Сейчас вы можете наблюдать на ваших экранах мячи, но то, что мы видели в этом матче, ну просто можно назвать супер матч. Да, да, 8 мячей как минимум, тем более, что на выезде. Тройка, кстати, западным командам постоянно у себя дома 4 мяча забивает, да, можно тоже такую закономерность отметить. В КСП в прошлом году, да. Ну, что парадоксально, у Тройки было моментов больше, играл Титан лучше. Ну, то есть, соответственно, действительно, футбольное зрелище получилось хорошее. Ну, как сказал Алексей Чиселев в своем интервью, которое, кстати, выйдет завтра, ему без разницы, где играть, или в гостях на юге, или на сетвине, потому что одинаковая практически поляна, атмосфера. Единственное, только там есть церковь, а на сетвине нет. Но во всем остальном матч был великолепен, множество моментов, красивые забитые мячи, комбинации, накал, ну, все как полагается. Как сказали наши коллеги с юга, был полный стадион, вот, на такой матч пришли посмотреть. И хотелось бы, конечно, больше видеть таких игр. Ну, и у нас Титан занимает на данный момент лидирующие позиции. Да, это группа С, где, как мы окрестили уже группу Смерти, это Авангард и Тройка. Авангард на третьем месте. Ну, друзья, не могу не сказать еще об одном матче, который был в этой группе. Это Авангард-Пищевик. Рекорд был установлен по забитым мячам. Это 17-0, друзья. Страшный счет. Страшный счет. Он страшно нужен был на самом деле, потому что ситуация в группе сложная. Титан уже сыграл со всеми своими премиумы конкурентами. С Авангардом один раз, с Тройкой два раза. С Пищевиком, по-моему, тоже уже играли там 6-0 в этом духе. Соответственно, сейчас будут между собой играть Авангард и Тройка. И они будут решать, кто, собственно говоря, выйдет. И как раз вот эта разница, она может стать в очень такой решающий момент. Все-таки 90%, что Титан выходит из группы, да, но не обыграть Пищевик, это значит, что все, можно с Еврокубками точно заканчивать в этом году. Пищевик чемпион Юго-Запада, но в этом сезоне команду не узнать. Многие ушли, мы обсуждали. Да, 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 ушли. Ты ее увидишь, ты ее не узнаешь, да? То есть, ты перемеду лиц, увидишь игроков, ты ее не узнаешь, да? Тем не менее, все будет решаться вот среди трех команд. Титан, Авангард и Тройка. Ну, посмотрим в синдром второго сезона, вы знаете, да, когда победителей и чемпионов крайне тяжело, как и в любительском, так и в профессиональном футболе входит вот в следующий сезон. И если не выйдет из группы Тройка, да, то, в принципе, ничего удивительного не будет в этом. Потому что и группа смерти, но и плюс закономерность, да, о которой мы говорим, о том, что синдром второго сезона, повторюсь еще раз. С другой стороны, вот мне, честно говоря, в этом сезоне нравится как тройка играет, нежели Авангард. Вот, честно говоря, мы видели на чемпионате России Авангард, ну, не очень убедительно для команды, ну, для гранта, да? Ну, а вот Тройка, кстати, смотрится и с Титаном 4-4, забейте Титану 4, это тоже дорогого. Так и дома, и в гостях Тройка прекрасно смотрелась, проиграв Титану 1-3, отлично играли. Так что я думаю, что у Тройки есть как раз шансы в этой группе, даже вот несмотря на эти 17-0, да? Нет, Дим, я с тобой полностью согласен, что шансы-то у Тройки есть, никто об этом не говорит, они примерно равны у трех команд, но вот все-таки у Авангарда есть некий запас, да, в виде трех очков, поэтому всякое может случиться. Давайте перейдем еще к одной группе, группе А, где у нас господствует Мега Титан. Мега Титан с своим любимым пивдомом, который снялся вот с Еврокубков, ну и принимал Мега Титан одну из самых ярких по перформансу команд. Самая, наверное, яркая в Москве. Даже, наверное, самую яркую, да, опять южный коллектив Иствуд, и перед игрой, ну, была уверена, что все-таки Мега Титан возьмет свои три очка, именно свои, да, но вопрос, какой ценой? Удалось забить достаточно быстро, удался такой немножечко курьезный мяч, где голкипер Иствуда просто-напросто выронил мяч из рук, и Кутузов, да, по-моему, забил первый мяч, вот, ну и дальше Иствуд вроде как немножко подал признаки жизни, но после этого, как Мега Титан забил еще, игра, по сути, развалилась, то есть, коллектив Иствуда, очень молодой, ну и, как мы видим, психологически неустойчивый. Но начали Лесники намного лучше, чем Мега Титан, ну, потому что, во-первых, им победа была намного нужнее, особенно при том, что сейчас пивдом снялся, вообще непонятно, что там в группе будет твориться, какая ситуация дальше произойдет. Победа им нужна была, они побежали, и много моментов имели, в начале матча должны были забивать, там, каким-то, что там, там, три удара с двух метров, то защитник, то вратарь, то еще кто-то спасал, был выход один на один, там, кстати, ну, вот, насколько такая информация доходит с юга, что чуть ли до перелома там даже нападающего, ноги нападающего не дошло, так что моменты были, и Мега Титан как раз этот матч выиграл малой крови, потому что видно было, где-то позволяли, где-то позволяли, да, где-то как раз пытались сэкономить свои силы, где-то не травмировался, ну, в общем, был какой-то небольшой недонастрой. Ну, опять же, у Иствуда лидеры ушли, да, перед началом сезона, тот же Пилипенко играет теперь в тройке, да, это колоссальная потеря для Иствуда, поэтому, наверное, с Мега Титаном сейчас трудновато бороться, учитывая еще и то, что дома проиграли. Ну, вот, я сразу сказал перед игрой вопрос, то, когда будет забито гол, вот, если Иствуд сможет первую минуту завязать, мы можем до какого-то времени увидеть борьбу, то есть Иствуд, да, начал неплохо, но потом все-таки и сил, наверное, и физически, и психологически уже тяжело стало играть, все-таки Мега Титан, ну, понятное дело, матерая команда, да, и, опять же, взяла три очка, группа А, стопроцентный результат из трех матчей, три победы, и вот в это воскресенье Мега Титан играет перенесенный груз с Гефестом, вот, будет интересно, что посмотреть, и два финалиста, да, Еврокубков. Два финалиста, и посмотрим, что из себя представляет Мега Титан, да, как он готов к покорению своей заветной цели. Ну, и группа Б, переходим к группе Б, где еще одна наша западная команда принимала тоже очень сложного, неприятного соперника, команда, в которой есть и чемпионы мира, да, люди, которые призываются в сборную, и вот с последней чемпионатом мира тот же Алексей Платухин, между прочим, который ездил за сборную России, он даже в составе Селтика не выходит... Да не то, что в стартом составе, даже не появился на поле, понимаете? Может, микро-побуждение, конечно. Ну, насколько я знаю, перед игрой нет, все-таки с Алексеем удалось мне пообщаться, говорить, что, да, не так много у него игрового времени, и, собственно, никакой травмы, ну, мне, по крайней мере, не сказал, да, так что я думаю, это было решение тренера. Мы видели этот матч, очень тяжелая игра, 0-0, потом одна ошибка, цена одной ошибки, да, 1-0, и тройка повела. Видели, как Киевченко, да, за две минуты тоже две желтые карточки, все вот эти вот маленькие ошибки, и просто мог Платухин не войти в игру. Я думаю, что где-то боялись вот именно того, что тяжело как-то вот влиться, встроиться в эту напряженную очень игру. И ФКСП очень грамотно вообще выстрелил план на данное действие. Где-то, наверное, держали в головах, что и ничья их устраивает, да. Ничья даровала все, проход дальше, в плей-офф там, и дальше уже разбирайтесь сам, с какого места. И поэтому где-то сдерживали, где-то вот не форсировали события. Матч был очень сложный, очень сильно такой напряженный. Но, как мы увидели, у ФКСП есть действительно очень большой задел, очень большой запас, есть индивидуально сильные игроки, которые могут решить момент. Ну вот вопрос, какой это запас? Да, вот потенциала, с одной стороны, мы не видим, потому что он очень большой, да. Но, с другой стороны, хотелось бы уже посмотреть, ну, на что действительно команда способна. Понятно, что два раза на Западе чемпионами не становится, но, тем не менее, да. И просто так не становится. Просто так не становится, конечно. И интересно посмотреть, вот Лига Чемпионов как раз показатель мерило, так скажем, насколько команда классная, мощная, какой у нее потенциал. Ну, опять же, победа на ЦДК, 4-1 уверенная дома. Потом на выезде обыграли Селтик. В принципе, мы видим мощь ФКСП. Ротация, ротация присутствует у ФКСП. Выходит то Стрегунов, то Румянцев, да. Ефимов в атаку вышел. Ефимов в атаку выходит, да. То есть, вот здесь очень интересная задумка, как мне кажется, тренер Схаримина Лунина. Где-то он хочет вот не добрать второй, да, состав равноценно, а его развить, сам воспитать. И чтобы у ФКСП была вот ровная еще скамейка запасная. Интересно ему сказать. Интересно, интересно, да. Но, в принципе, даже это одна из немногих команд, где может сейчас уже на данном этапе Лунин выпускать, так скажем, ближайший резерв. И он, в принципе, не портит. Не то, что не портит. Павловичев выходит, забивает, пожалуйста. И причем это во многих командах прослеживается. В Титане, в том же самом Белоп выходит, постоянно забивает. Обратите внимание, может первый тайм сидеть, второй тайм выходит на 5 минут, тут же забивает. Пенальти он в серию пенальти, да, после матча он тоже забил. Так что вот такие вот как раз палочки-вручалочки где-то, да, они потенциальные игроки, ну, может быть, не стартового состава, но основного, да, вот этой основной ротации. Будто козырь достает тренер, да, и действительно это, конечно, продумано. Ну да, и очень ровная скамейка и состав у прокуратуры, здесь спору нет. Ну, опять же, да, в данном матче против Селтика здесь все-таки все предопределило мастерство Бирюкова, да, его великолепный удар со штрафного позволил сейчас ФКСП чувствовать себя очень уверенно. Во-первых, на первом месте, во-вторых, на мой взгляд, игра с флагманом, она должна быть, в уме мы должны держать и три очка, так что выйти команда, скорее всего, выйдет. Вопрос, с какого места, наверное, все-таки это решится в матче СДК, да, потому что у армейцев 9, у прокуратуры 10. Ну, я так понимаю, что прокуратура, она на 6 очков опережает Селтика, учитывая, что победа в гостях, по сумме двух встреч ФКСП уже, как ты сказал, получается, обеспечила себе проход в стадию плей-офф, но действительно, что, конечно, хотят первое место занять, это однозначно. Ну, здесь, да. Давайте еще раз посмотрим на все группы, в принципе, да не в принципе, а очень приятно наблюдать то, что наши западные команды возглавляют. Четвертой не хватает в группе D. Ну, вот Атлантиз или Барса нету, был бы точно четвертой. Почему Лига Титан выигрывали в прошлом году Лигу Чемпионов? Было бы у нас четыре команды. Да, и все на первых местах. Ну, это отдельная тема. Трансконтейнер, который рвется в Лигу Чемпионов, чуть-чуть не хватает. Кстати, давайте, наверное, перейдем уже непосредственно к Кубку ЛФЛ. Здесь тоже были матчи, и давайте, наверное, с разгрома Пивных и Портера, которые сгромили просто Кантемировский фронт и возглавили группу А. Здесь на ваших экранах как раз группа, стопроцентный результат. Ну, и очень важно со стратегической точки зрения, да, это победа Портера, потому что вот этот спаренный матч, это всегда очень важно. Вот две победы, и они дают такую достаточно хорошую надежду на выход из группы. Я думаю, что Портер должен выходить из группы, здесь вообще двух мнений быть не может. Тем более сейчас команда на Кураже выиграет чемпионат России в формате 6. Наши никакая разница, эмоции, те же сам они остаются, поэтому не вижу вообще никаких проблем. Портер большой, молодцы, хорошая команда. Идет своим поступательным, своим вот этим. Тут я как раз вот, да, к этой вот, да, к этой лестнице очень спокойный, с Максимом Кульчаком общался. Очень много молодых футболистов есть. Можно вообще насчитать вот даже в стартовой такой вот стартовой ротации 8 очень молодых футболистов, которые не то что растут где-то еще перспективные, они уже сейчас доказывают свою состоятельность. Это очень здорово, и команда как раз имеет тот самый класс дару для развития. Ну, мы говорили, что вообще стезя Максима Кульчука это работа как раз с молодыми футболистами, которые преобладают как раз у Портера. Микополис можно вспомнить тот же самый, да, с какой-то молодежью играл. Протяженность вот всей карьеры Максима Кульчука как раз с молодежной сборной. Ну, да, естественно, Максим, ты правильно говоришь, все мы видим, что у него прекрасно получается. Плюс подкрепленный таким опытным, как Менченков, да, который, в принципе, достаточно с таким покладистым характером, да, он невзрывной, то есть, ну, можно с ним тоже наладить контакты, и он не будет там, это не бомба замедленного действия, так скажем. Поэтому у Кульчука подобрался очень боеспособный, интересный коллектив, ну, и, кстати, тот же Менченков, по сути, сделал результат с Кантемировским фронтом. Четыре мяча. Постально спокойно, да. Первые два на его счету, и он, по сути, решил исход этого матча. Еще была интересная игра на Западе, трансконтейнер Забытый. Вот Забытый, легендарная команда, которая в свое время навела бучу, да, в любительской лиге, опускалась в низшие дивизионы, ну, вот, возродилась, и Забытый предстали перед нами. Парки, кстати, в симпатичной форме, которую даже вот и комментатор в эфире отмечал. Не дали себя забыть, да, Забытый, поэтому помним мы эту команду, прекрасно. Во-первых, очень важный матч, важный для трансконтейнера, потому что, помимо поражения региона 13, мы его никто не ждал, не ждали его и руководства перевозчиков, помимо всего этого трансконтейнер на одну игру меньше сыграл, да, ее нужно выиграть, да, там, может быть, кто-то уже считает, что очки в кармане, но, как показал тот же самый матч с регионом 13, не все так просто в этой группе. Поэтому очень был важный матч с точки зрения очков. И что сделали Забытый? Вообще парадоксальный матч, не знаю, вот, кому довелось ее смотреть, Забытый выстроили просто три там эшелона обороны, и ничего буквально не давали создать трансконтейнер. Но, как только, вот, там один из этих дальних ударов влетел, пошла какая-то сумасшедшая игра. Забытый, ну, ничем не уступали, собственно говоря, трансконтейнеру, сумели навязать, причем, такую бы еще борьбу, трансконтейнер в нее ввязался зачем-то, то есть, должны были от оборонить их спокойно вот сыграть, но, как они умеют, нет, ввязались в эту борьбу, сами тоже полетели забивать. В общем, вот эта игра на встречных курсах, Е2-Е2, переводчики там очки не потеряли. И странно, что 1-0, да, остался счет. Вы знаете, мне вообще кажется, что трансконтейнер немножко трансформируется в такую команду, которая может играть на встречных курсах, да, если раньше вот это 1-0, и можно отсидеться, да, там. Может, но умеет ли вот на данный момент. Ну, я сейчас к тому, что мы привыкли видеть трансконтейнер именно вот как склонный к оборонительному стилю, да? С креном, да, на оборону. С креном, да. С креном на дисциплину, я бы сказал. Да, но вот сейчас, мне кажется, команда... А это вот именно так, как это бесшабашно играет туда-сюда, тебе из центра поля. Ну, тебе не кажется, что трансконтейнер вот сейчас трансформируется в такую команду, которая может поиграть в бесшабашный футбол? Ну, это непривычно, может быть, это и хорошо, может быть, это и плохо, но пока для меня это непривычно, твое мнение. Да, даже несмотря на вот такие вот счета, да, маленькие, которые тоже, опять же, в транс-контейнере в этом сезоне есть, но явно видно, что команда готова трансформировать свой стиль, вот этот вот оборонительный, да, и больше внимания уделять атакующим действиям, даже вот в ущерб той самой дисциплине, о которой Дима сказал. То есть чувствуется это, видно по рисунку игры. Давайте перейдем к группе G, так идем в разброс, ну, потому что говорим о тех командах, которые играли на западе дома. ЦДН принимал Легион, ну, после крупных побед на севере, да, в гостях, видно было, что ЦДН играет, ну, так скажем, в полноги. Вот, и вопрос победы даже не стоял, вопрос, сколько забьют. Ну, и плюс Александр Седов перед игрой, да, Дим Типом пообщался с ним. Ну, перекинулись мы буквально двумя какими-то словами. Во-первых, этот момент был в воскресенье, да, сегодня четверг. Саша ожидал рождение дочки, со дня на день должна была родиться. Я, честно говоря, не знаю, уже состоялось это событие или нет, но в любом случае наилучшие пожелания, да. Присоединялись. Саша, да. По игре, по игре очень отрывисто я смотрел на эту игру, и, на мой взгляд, где-то Регион понимал, зачем он сюда приезжает, на Светтанин парк, что его ждет здесь. Поэтому приехали они сюда, во-первых, с одной заменой, насколько я понял, эта замена еще и с какими-то повреждениями была. Понимали, что ждут, и поэтому сыграли в очень простой футбол, ничего не придумывали. И в целом смотрелись очень неплохо. Не знаю, там как CDN играли в полноги, в четверть или в полную силу, но все-таки там CDN, там тоже есть своя конкуренция внутри команды, и тоже нужно ребятам доказывать. Вот. И в заключение хочу сказать, что Регион, ну, в принципе, хороший, хорошо смотрелся, то есть такой хороший матч здесь получился. Ну, здесь, мне кажется, все-таки не заслуга Легиона, да, то, что матч получился таким, а все-таки заслуга CDN, который все-таки играл ровно настолько, сколько требовал вот три очка дежурный, и все. Ну, они так с чемпионатом уже попытались сыграть, сколько моментов не забили. Ну, все-таки после 7-0, Дим, понимаешь, да, когда тем более выходит команд с одной заменой, явно не фаворит, ну, все-таки сложно где-то себя пересилить. И, безусловно, CDN катал весь матч на чужой плане поля, но я помню матч, когда CDN проиграл в чемпионате после первого тайма, как он рвал и металл, да, и сейчас, ну, это все-таки немножко разные вещи. Ну, и давайте поговорим еще о двух матчах группы Е, нет, вру, прошу прощения, группы С, где Техносила встречалась с Ультрой в гостях, ну, судя вот по первой игре, которая была на Ситуньпарке, игра носила такой, больше борцовский характер, было много борьбы, но меньше футбола, да, вот Ультрой где-то повезло и забрала на победу. Сейчас Техносиле удалось удержать ничью, и, кстати, очень важная ничья, она оставляет шансы на проход следующий раунд еще. Вот, поэтому здесь еще два матча, и, в принципе, Техносила в игре с Экстримнетом и Янгбойс все в их руках, ногах, поэтому доказывайте и выигрывайте, и выходите из группы. Ну, и группа Ф, Успенская ездила на восток к Нижгарам, Нижгары еще несколько лет назад выигрывали кубок ЛФЛ, да, помните прекрасно. Если дома все-таки Успенская сумела навязать борьбу и добыть ничью, то в гостях Нижгары все-таки взяли свое, победа со счетом 3-1, и Успенская на втором месте, все будет решаться в очном поединке, мне кажется, против Ники ВРК там на юго-западе. Да, что парадоксально, буквально за несколько дней до этого матча Крыжановский играл за Успенской на чемпионате России, теперь уже по другую сторону баррикады. Ну, это жизнь у футболиста такова. Ну, что касается Успенского, мне кажется, очень тяжело начинать матч, ну, как будто бы без настроя, то есть, понятное дело, что какой-то есть запал там от Вадима Фирсова, да, там, наверное, Ильдар Зарипов тоже добавляет свои пять копеек, но вот, что не начало матча, то вот потихонечку, полегонечку раскачивается, там где-то что-то, может быть, удастся в нападении создать, тогда глаза загорят, все побегут. Ну, может быть, такая как раз просьба, допустим, установка, например, не лететь, да, а где-то рассмотреть. А, то есть, наоборот, нужно сдерживать, да, вот эти вот порывы. Ну, возможно, да, чтобы не нарваться на вот этот открытый футбол, в который можно там пропустить. Ну, на чемпионате России в итоге в двух матчах так и не раскачались. Ну, все-таки это впервые было в истории Успенского, да, такой турнир, это все-таки достаточно специфическое мероприятие. Да, к которому надо тоже привыкнуть и обладать определенным опытом. Ну, что ж, давайте еще раз посмотрим все группы, да, увидим, где же западные команды присутствуют, какие места. Ну, в принципе, везде картина вполне себе приятная, да, и все команды рассчитывают на выход из группы. Поэтому два тура вот будут для нас точно очень-очень интересными. Да, будем ждать эти игры обязательно и надеяться, что наша команда смогут выйти в плей-офф. Ну, и поговорим мы еще немножечко о западной премьер-лиге. На фоне Еврокубков, конечно, немножечко отодвигается внутренний чемпионат, но и там было на что посмотреть. Даже не знаю, с какого матча начать. Вот есть какие-то пожелания, о которых мы хотим в первую очередь поговорить? Ну, если брать последний тур? Ну, вот за последние две недели. Ну, наверное, Космос. Космос набрал первые очки. Космос набрал первые очки, обыграл он ВЕР-2010. Это было еще в середине октября. Обыграл достаточно в такой интересной манере. Епифанов опять на скамейке запасных начинает. Это какой-то тренд, да? Епифанов на скамейке запасных, то в воротах. То в воротах, да. Ну, в этот раз удалось одержать победу. Ну, и если вспоминать этот матч, все-таки где-то ВЕР был таким, да простит меня. Кирилл Графов, Андрей Герасимов раскладным. Как-то не хотелось, такое ощущение, что выигрывать. Да, вот если была бы другая команда, возможно, ВЕР бы играл по-другому. Ну, как-то на ВЕР достаточно пресно. Но в то же время в концовке Космос смог выиграть, да. Там Лебедев и Назаритян в последние 10 минутку 3 мяча забили. И принесли действительно первые важные очки Космосу. Была интересная встреча Трансконтейнер и ЦДН. Вот как раз мы можем наблюдать моменты из этой встречи. Очень упорная игра. Трансконтейнер проигрывал, затем сравнял. Все, казалось бы, может закончиться ничьей. Но вот ЦДН все-таки в концовке вырывает победу. Такое ощущение, что где-то не везет Трансконтейнеру сейчас. Хотя вот с Лаунгатаговым в последнем туре наоборот произошло. Трансконтейнер в концовке вырвал. Ну вот это вот вырывание в конце. ЦДН не то чтобы такой отличительной чертой становится у команды, но команда явно дала понятие, что способна на это. А вспомните, ну хорошо, чемпионство Спартака. Да и чьи угодно чемпионство, победные в чемпионские сезоны, всегда вот эти на зубах где-то матчи в концовках выигрываются на характере. И вот эти потом три очка, да, в итоге-то у нас что получается? Что самое интересное в нашей лиге творится, что три команды идут без потерь. Ну да. Да, и вот ЦДН, сограничу просто с Трансконтейнером и все. Я думаю, что даже психологически было бы уже тяжело вернуться вот на тот уровень, на ту планку, которую они держали вместе с Титаном из ФКС. Ну здесь очень большое влияние, мне кажется, Альберта Осколкова. Да, именно вот его, мне кажется, главный, заслуга, то, что сейчас ЦДН вот играет достаточно уверенно и вырывает именно в концовке. Да, именно вот такого человека не хватало, возможно. Да, но посмотрим, впереди очень интересные матчи для ЦДН. Не хватало для чемпионства? Ну, по крайней мере для того, чтобы выигрывать вот такие матчи в концовку, когда ты вроде бы игра твоя, потом ты ее упускаешь из рук, и потом ее опять забираешь, да, это закаляет характер. Но сильно отличается, конечно, этот матч, вот, как ты говорил, от игры с Легионом, да, где, конечно, чувствовалось, что не зайдет. Трансконтейнер обыгрывает Гатагов, Гатаговых уже на следующей неделе с зеркальным счетом 3-2, тоже вырывает в концовке, но вот здесь уже Гатагов отыгрывался, и он отыгрался, вот, и здесь в любую сторону мог коснуться мяч, но вот если бы Гатагов выиграл, была бы сенсация эта? Я думаю, нельзя сказать, что сенсация, поскольку у Гатагов, да, ну, есть некая нестабильность в результатах, но, тем не менее, команда уже показала, что она всерьез пришла в премьер-лигу надолго, и что будет она стараться цеплять очки не только у нижней части турнира таблицы, но и у лидеров тоже. Парадоксально, в общем, да, извини, дело в том, что Гатагов выиграть легче против лидеров. Ну, это понятно, да, лидер играет всегда от себя, а Гатагов может где-то приспособиться, где-то тренерская команда, может где-то какие-то зоны там специально оголиться, ну, в общем, может как-то подстроиться под лидера, но вот с низом турнирной таблицы я раз за разом вижу, что бывают какие-то проблемы, да. Техносили проиграли, да? Ну, и даже, да, техносили. Какая была громкая победа? Вот почему мы должны говорить, что это не сенсация? Над Мега Титаном. Да, победа в первом туре. В первом туре над Мега Титаном. Еще в Вареном, там, после отпусков Мега Титаном. Грубо говоря, Игорь Кротков до сих пор в шоке, как, в общем-то, они проиграли, да, вот их. Хотя должны были вместе сейчас, по идее, идти с ЦДН, да, с ВКСП, с Титаном. До сих пор в шоке. Поэтому, я думаю, что, да, это была бы сенсацией. Ничья, может быть, да. Это было бы нормально. Но вот и победа Гатагова была бы явной сенсацией. Ну, вот... И потом, мне кажется, извините, мне кажется, что начали немножко раскусывать, да. Вот этот агрессивный стиль. Уже начали понимать, что где-то нужно, да, действительно, и ногу пожестче поставить. Да и потом не так, мне кажется, рьяно сейчас уже Гатаговой бегут вперед вот этот мяч отбирать. Не такой яростный прессинг. Он все такой же хороший, все такой же жесткий, но не такой яростный уже. Ну, вот если первые матчи чемпионата, да, многие команды проводят на эмоциях, да, на драйве, на адреналине, то вот после некоторых, там, допустим, неудачных матчей, поражений совершенно по-другому. Здесь команда должна уже перестраиваться, уже надо показывать свое мастерство, да, потому что запал эмоций уходит, и вот мы видим, на что команда способна действительно, да, когда вот этот весь адреналин уходит из себя, и надо уже показывать кроме этого еще что-то. Ну, посмотрим, у Гатагов интересный проект, за ним интересно наблюдать. Тут еще, если разрешишь, хотел сказать, что вполне в этом матче вообще ничья могла быть, и у Саслана Гатагова были большие претензии к своему игроку, который отклеился от стенки в момент удара Крыловым штрафного. То есть это случилось на 55-й минуте вполне, то есть в этом матче вполне могла случиться и ничья. И что касается мастерства, то уже сейчас у Гатагова вырисовываются лидеры. И вот, Дим, с тобой, по-моему, мы матч смотрели, где-то тур второй-третий был, мы очень стали отмечать Гнобо. Гнобо. Вот видно по его даже антропометрики, что он футбольный, по ногам видно, как он перебирает ими. Вот видно, что футболист. Аля Фернандо шьем. Да, да, да. И вот посмотрел я статистику, не поленился, и 12 мячей Сергей Кутузов он уже догнал в бомбардирском списке. Нет, Гнобо очень неплохо смотрится, еще может себя провести в ветвийске, мне кажется. Он забил, кстати, и гол, шикарный штраф новый. Вот, наверное, кто смотрел сейчас нарезку, как раз видели его забитый мяч. Ну, самое главное, друзья, выходные, подытоживая западную премьер-лигу, в эти выходные играет ФКСП «Титан». Вот супер матч, матч, который будем все смотреть. Дим, ты уезжаешь, Максим, ты уезжаешь тоже, мы это знаем. Скажите, вы посмотрите этот матч? Да, я уже, так сказать, нацеливаюсь, где я буду ловить Wi-Fi, чтобы включить, ну, хотя бы с телефона посмотреть. Ну, да, естественно, хотя бы с телефона. Да, я буду стремиться его посмотреть, конечно. Сейчас, честно говоря, даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Не обсуждается, да? Ну, вряд ли у меня это получится, да, просто сделать в записи, посмотреть. Ребята, давайте еще поговорим о первом дивизионе, да, потому что о некоторых матчах у нас есть матчи, записи. Вот, и после этого к нам присоединится гость, с которым пообщаемся. Чтобы я бы отметил, это, во-первых, Кегли Атлантис, да, это матч, который мы еще совсем недавно обсуждали. В западной премьер-лиге, которые были очень интересными. Максим, ты комментировал эту встречу, и здесь Кегли, я когда увидел, неожиданно, думал, сначала ошибся, что ли. Нет, Кегли выиграли по делу? Да, ты знаешь, по делу выиграли Кегли. Очень основательно выглядела команда, вот, и я бы, конечно, оборону Кеглей в очередной раз отметил. Великолепно сыграли и братья Козловы, и Иван Негифоров вообще, на мой взгляд, и лучший игрок этого матча. А кто у Атлантиса в нападение играл? У Атлантиса в нападение Ромашенко играл? Да, да, ну вот, менялся он с молодыми новичками, Буранов и Агафошкин, по-моему, фамилия, это еще не успел запомнить. Вот, в общем-то, там и с Головским... Кегли-то мы прекрасно знаем, что из себя сейчас Атлантис представляет, вот, 10-я позиция в первой лиге по делу, вот, что, как? Мне кажется, Дим, вот, попробую за Максима ответить, это вот команда, которая сейчас действительно проиграет, приходит поиграть в удовольствие. Вот, если раньше что-то, какие-то были амбиции, да, там, выиграли, то здесь просто действительно поиграть. Вот, не знаю, Максим, показалось бы тебе вот так? Да, был момент как раз-таки в матче Атлантис-Кегли, когда, там, Иван Никифоров, там, у него из нескольких туров было противостояние против Константина Головского. Он сначала жестко пошел в подкат, там, в центре поля, и Костик Головской там рвал и металл просто, там, он к суде обращался, что, там, момент требовал желтую карточку показать. Потом это еще продолжилось, там, чуть ли не борцовских приемов уже дошло, вот. Вот, то есть, по-голоскому явно не скажешь, что он приходит в удовольствие поиграть. Он кипит, он заряжен на результат, ему не нравится, когда Атлантис проигрывает, и вот, не только по нему, там тоже видно, что и Яшин, и Половенчук, они стараются. Но тут где-то уже, может быть, не хватает кондиции, может быть, ну, не все, потому что мы помним Атлантис, да, там еще и Сычев, Ишироков, да, много кто приходили. Может быть, не хватает футболистов для того, чтобы достигать результат в этом, даже в первом дивизионе, не в высшем, а в первом. Ну, тут нет, то, что Атлантис, ну, это вряд ли, я думаю, конечно. То, что Атлантис, Сергей, турнирная таблица, первая дивизиона, мы об этом говорим. Еще бы хотел отметить Балтика-Веер, это тоже матч, который транслировался. Здесь такое старое дерби, да, даже дань уважения мы отдали. Вот, что скажете вот об этих командах и, собственно, Балтика выбирается ли из кризиса? Тут, ну, пропустив 8 мячей, сложно, наверное, сказать о том, что уже выбирается из кризиса. Ну, вот, касательно этого матча, можно еще один матч вспомнить, вот, который вот последний выходной был. Это Турбина против Портер СВ. Ой, Максим, ну ты... Просто я почему, в каком контексте, да? Турбина проигрывала 1-4, да, и во втором тайме забила 5 мячей за 10 минут, выиграв 6-5. Ливан Джоев, да, которую чат первой лиги ведет, он написал, что это камбэк года. Так вот, возникает вопрос, а это ли камбэк года? Потому что Веер, да, проигрывал Балтике 4-2, вратарь, во-первых, вратарь уехал с игры. То есть, когда пропустили очередной мяч, он просто... Психанул? В сердцах, да. Психанул, снял перчатки и уехал домой прямо. То есть, просто он ушел с Сетуньпарка вообще. У них... Психанул? Да, именно, вот, психанул, что проигрывают последнему месту, да, и, в общем, там, ну, что-то они друг на друга немножко там покричали. Снял перчатки и уехал. Пулевой игрок их одел. Я думаю, ну, сейчас, наверное, там, Балтика доведет это уверенное дело до победы, там, из-за менты не было. И тут просто 6 мячей подряд и 2-4 устраиваются на 8-4, да. Так вот, может быть, это камбэк года. Пулевой все-таки стоял на воротах изначально, потому что, ну, если ты приезжаешь на игру, у тебя свои вратарские перчатки, ты решил уехать, ты же их заберешь с собой. Ну, видимо, как-то уговорили оставить перчатки, потому что Артем Белов, ну, он активен во всех чатах, соцсетях, он написал, что именно вратарь у них уехал и выставили в ворота полевого игрока. Вот она, русская пословица, не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, здесь веры можно отметить, похвалить и, ну, можно задуматься над тем, какой все-таки матч, в какой игре был совершен более крутой камбэк. Ну, и Портер Турбина, это что-то невероятное, я думал, 1-4, все ясно, и тут 1-2-3-4, и Портер забивает. Ну, это была действительно крутая игра, вот действительно, это огонь, огонь по-другому, наверное, не назвать. Что у нас еще есть, это интересного из того, что мы можем показать, это матч с ДН-2, например, с Аланей. Максим, давай нам расскажи, пожалуйста, об этом матче. Матч этого очень... У нас есть как раз под видео краткий такой... Краткий обзор. Обзор, да. Ну, очень ждали этого матча, поскольку, вот, не секрет, что и ЦДН-2 сейчас в лидирующей группе, да, на третьем месте идут. Совсем недавно Аланя была на третьей позиции. Вот, и очень, конечно, ожидали эту игру. Там Ливан подогревал к ней интерес. Ну, здесь как, много борьбы в этом матче было, да, Аланя сначала проигрывала в один мяч, потом в первом же тайме удалось ей отыграться, там пенальти был назначен и с игры также забили. Ну, во второй половине встречи, на мой взгляд, ЦДН-2 превзошел Аланю по движению, вот, по, именно, вот, по игровым каким-то компонентам. И выигрывает 3-2, уже последняя минута матча происходила, и там, в общем, с аута был забит третий мяч Аланей, который принес по одному очку командам. Вот, защитник с вратарем врезались, ЦДН-2, и Ливан Джоев, который лучший бомбардир первой лиги, тут же незамедлительно этой возможностью воспользовался. Ну, в принципе, в целом, такой логичный результат, потому что какого-то, вот, преимущество по всему, по ходу всего матча нельзя отметить ни у одной из команд. В принципе, Аланя вполне заслужила это очко, но другой вопрос, что дальше с Аланей? Вот, да, очень важно это поражение от Феникса, 9, да, ну, в принципе, два лидера, можно понять еще, да, игра могла сложиться по-любому, но, опять же, поражение от Феникса, нечат ЦДН-2, ну, вот они лидеры, и просто, наверное, эссенция всего этого, это поражение от Интероса со счетом 1-6. Как это вообще, Максим, что пишет Ливан, что происходит? Ну, люди, когда подходили на поле, просто, там, тоже ЦДН-2 играл после Алании, когда счет спрашивали, они просто не верили, что там, действительно, Интерос вел, да, то есть Алания вверху, Интерос внизу, в общем, ну, никто не верил просто, пока-то там Леву не подтвердил, да, действительно, что проиграли, но он сказал следующее, что, ну, мы, в общем, так долго-долго шли в лидирующей группе, там, выигрывали, обыгрывали, ну, говорит, ну, так сели с ребятами, подумали, и давайте-ка просто, чтобы разрядить обстановку, давайте проиграем. Вот, кстати, ты сейчас серьезно об этом говоришь? Он, он именно так написал в чате, да, что он говорит. Ну, мне кажется, это все равно сарказмом, потому что, ну, какой нормальный футболист, там, я не знаю, там, руководитель скажет специально проиграть, чтобы, там, две игры проиграть, в трех матчах терять очки, две проиграть, сыграть в ничью со своими конкурентами. Ну, я понимаю, интеросы проиграли, но если бы выиграли бы, например, CDN2, да, выиграли бы Феникс 9 и проиграли интеросы, и так бы сказал, ну, можно было бы еще, да, там, согласиться. Ну, да, это, это есть такой момент, но ты понимаешь, что это тоже момент психологической нагрузки очень важен. Вот мы с Дмитрием Воронковым тоже говорили еще перед передачей, что моральный груз висит над командой, когда вот она идет в лидерах, когда она побеждает, причем вот эти победы даются ей с трудом, она выигрывает в один мяч, и даже вот он говорил, что тренер, их тренер Малко, да, он тоже, как бы так, ну, в полушутку говорил, когда же уже проиграем, чтобы немного раскрепоститься. Ну, вот, может быть, где-то Алания считает, что вот сейчас после такого поражения спокойно уже будут дальше все свои матчи проводить. А еще знаешь, что обычно, например, когда ты идешь первым, да, ты все время оглядываешься, и это действительно очень... Догонять всегда легче, конечно. Догонять всегда легче, да, может быть, сейчас Алания так посмотрит, присмотрится к вот этой лидирующей группе, и когда с какой-то такой рывок, что, да, ни одна из команд, допустим, не сможет догнать. Ну, вот Ливан Джоев в чате уже, неоднократно я между строк замечал, что грезит, грезит выходом в высшую лигу своей любимой команды, хочет там сыграть. Ну, я думаю, что то, как Алания, ну, строится, да, я думаю, что все шансы на это есть. Друзья, ну, давайте... Подожди, Миш, сейчас я еще хотел, да, один вопрос задать вам. В начале сезона вы мне, когда я вас спрашивал про Дюпель 13, вы мне говорили, да, это все нормально, команда всегда тяжело стартует, вкатывается в сезон. Сейчас, позвольте мне задать вам тот же самый вопрос, что с Дюпелем? Хотели мы пройти мимо этого вопроса, но... Но не получится. Мы все ждем от Дюпеля, от Дюпеля все ждем, ждем. Нельзя уйти, но действительно, ну что, ну ждем от Дюпеля, но там сейчас какие-то проблемы, вот, которые вот этими поражениями команда надломилась. Потому что Александр Горячев сказал, что не будет приезжать, не будет приезжать Аркадий Ботов, да, то есть... В общем, с CDN2, например, оба были. Вот, ну... И обыграли, кстати. По последнему матчу, ну, в общем, да, на последнем матче мне сказали, что он не будет. Поэтому, может быть, информация разнится, тем не менее, так же, как разнятся результаты. Я просто, да, к чему ты сказал, что проблема есть у Дюпеля, но у нас есть команда, у которой действительно большие проблемы, мы про Арсенал говорим. И вот Арсенал со своими, там, колоссальными проблемами, с очень таким фоном, да, не самым приятным, да, эмоциональным, я имею, который еще с того сезона идет. И они обыгрывают Дюпель 13, и у нас есть интервью после этого матча, Владимир Тихомиров как раз вот поделился с тем, что происходит в команде. Ну, дела действительно не очень хорошо, поэтому, если есть у кого какая возможность, кто хочет, может попробовать себя в первой леге, я думаю, что можно связаться и, соответственно, помочь. Давайте, да, посмотрим. Поздравляю с победой. Насколько она действительно тяжело далась? Сезон удалась, потому что побед давно не было, уже появился психологический провал в команде, и уже действительно никто не верил, что можно выпустить в ситуацию. Ну, собрались, рулевая победа, лидеры сегодня проявили себя и забили те, кто должен был забить. Много пропустили, это вот ваша такая отличительная особенность, из-за чего так получается? Ну, у нас, в принципе, сейчас ситуация провальная, наверное, потому что уже 5 основных игроков травмированы, в том числе и линии обороны. Приходится не играть ворот, и вратарь травмированы. Поэтому, конечно, на обороне играют люди, которые тоже на себя не играли. Из-за этого, я думаю, наверное, ну, это как бы основной момент, ну, и еще, естественно, люди доигрывают, доигрывают. Не буду скрывать, до меня дошли слухи, не самые хорошие, что наметился такой серьезный кризис в арсенале. Вот, может, чуть поподробнее, какая ситуация сейчас есть ли по команде? Ну, я могу сказать, что, конечно, наверное, если так обратиться в арене, то уже не по команде заменить сложно. Человек, конечно, тащил на себя команду, тащил все вопросы, связанные около команды, набора и селекции, все же таки. Поэтому, ну, заменить, конечно, мне сейчас непросто. Из-за этого все, собственно, проблемы. Потому что, в прошлый сезон я взял на себя этот, как бы, ну, потому что деваться некуда было. Сейчас, ну, тяжело, тяжело, конечно. Я здесь не жалуюсь, но ситуацию действительно надо как-то пересматривать. Ну, внутри с командой собрались, решили. Сейчас, ну, то варианты наши отношения. Ну, то есть, речь не идет ни о каком-то снятии команды, то есть, все сейчас... Пока, пока нет, пока нет. То есть, решение принято было. Потому что был момент, ну, такой, для чего вопрос стоял ребром. Пока, я надеюсь, все сохранится. Единственное, что, наверное, наверное, сменится представитель команды. Вознательный корней. Да, я сейчас решаюсь. В связи с этим, какие ожидания от сезона, вот, какие планы? Пока я тоже не могу сказать. Наверное, будем выигрывать в каждой игре, а дальше посмотрим. Пока даже никаких планов на сезон, потому что очень, мега сильная стала. Команда, действительно, практически. Очень хорошо себя играют, играют, все бьются. Ну, я думаю, что Арсенал будет тяжело. Ну, мы поняли, что Арсенал до конца сезона доиграет точно. Это было действительно мужское решение среди мужиков, которые приняли довести этот корабль до конца. Поэтому, говорим спасибо Арсеналу и всяческих успехов на футбольном поле. Ну, и у нас, мы продолжим диалог о первом дивизионе с нашим гостем. У нас в гостях играющий руководитель команды «Коммунар», одной из лидеров первого дивизиона, Дмитрий Воронков. Дим, спасибо большое, что, несмотря на пробки, доехал, до нас добрался. Да, добрый вечер. Спасибо за приглашение. Если не возражаешь, то с коллегой Дмитрием Ершовым и с тобой хотели обсудить перипетии первого дивизиона. Пока что на данный момент «Коммунар» играет в нем. Да, да, пока. Надеемся, что пока. Ну, с чего начнем? Наверное, с того, что открылось трансферное окно и какие-то, может быть, горячие новости нам из стана своей команды поведаешь. Ну, бомба не бомба, но первый переход в нашей команде уже состоялся. Мы подписали пока в аренду очень хорошего, на мой взгляд, игрока. Это Сергей Куплинов. Он знакомый по ветеранской команде, команде «Фора». Сам он является действующим игроком команды высшей лиги Юго-Востока «Респект Кепост». Ну, в данной ситуации, поскольку у нас последний матч особенно показал, что есть, конечно, определенные игровые проблемы, было принято решение выйти на трансферный рынок и начать вот с приобретения, скажем так, атакующего игрока в помощи Федору Зинченко в первую очередь. Мы надеемся, что Сергей сможет нам в осуществлении наших задач оказать посильную помощь и в дальнейшем, может быть, на постоянной основе перейдет, как ему понравится коллектив наш, ну и как, соответственно, будет решаться наша задача с его помощью. Как планируете использовать новичка и лучшего своего бомбардира, капитана команды Федора Зинченко? Если оба-два нападающих, перестроите тактику? Ну, Сергей Куплинов, он такого плана, игрок, как можно так его назвать, блуждающий форвард. Вот, опять-таки, по ветерану мне его игровая манера знакома. И он может сыграть и под нападающим. То есть, Федор у нас остается, как говорится, основным столбом в нашей тактике. Ну, Сергей, соответственно, наверное, будет именно инсайдом. То есть, за счет движения, это его конек, будет из глубины помогать, как говорится, взрывать оборонительные порядки соперников. Вот, поэтому перестроимся на еще более атакующий футбол с его приходом. Еще более атакующий футбол, это единственный трансфер? Или будете еще какие-то линейки? Ну, мы с Максимом готовились тут по дороге к сегодняшней передаче. Есть инсайдерская информация о том, что очень сильный клуб, к сожалению, прикрыл свое существование. Команда «Пивдом», которая является чемпионом Северо-Востока. И на нас выходили, не буду называть фамилию пока, игроки из этой команды, которые согласны, которым интересен проект «Коммунар», которые согласны стать частью нашей команды. Мы, в свою очередь, готовы согласиться принять тюху себя и посмотреть, что из этого выйдет. Фамилию пока не могу назвать, потому что на этом направлении знаю, что работаем не только мы. Есть и другие, и Зубры даже, из премьер-лиги. Поэтому пока не перейдут, не могу сказать, что уже все точно у нас договорились. Но очень надеюсь, что получится. Это какие линии? Это защита, это нападение, полузащитник? Один полузащитник, один нападающий и один, насколько мне известно, бровочник. Бровочник, но он такой тоже нацеленный на атакующий футбол. Из этих слов можно сделать вывод, что с обороной у вас все в порядке. С обороной у нас есть Аксакал один в обороне, на котором все держится, Карен Бегларян. И, соответственно, вокруг него строится вся наша оборонительная тактика. Будем стараться, конечно, найти еще как минимум одного такого же уровня человека. Потому что у нас был один молодой парень в начале сезона. Но по некоторым причинам, к сожалению, мы расстались. Он покинул Коммунар Иван Баранов. Так что в данной ситуации сейчас нам такой, наверное, второй центр-дев, я бы сказал, так что нужно. Поэтому будем искать. Что касательно Пивдома, да, ну, наверное, это уже факт свершившийся, да, потому что в последнем туре Лиги Чемпионов техническое поражение 0.5 от Гефеста. И, по всей видимости, это уже, наверное, уже не инсайт, а такая информация уже достаточно достоверная. То есть три человека целых, да, если Пивдома планируете? Ну, я так понимаю, что люди между собой достаточно так еще крепко по жизни связаны. То есть, ну, что говорить. То есть целые связки берем. ЛФЛ есть, ЛФЛ, да, все друзья, все, соответственно, всем интересно быть, как сказать, в какой-то такой обстановке достаточно комфортной. Вот и переходить так же. Вот, поэтому, да, как бы вышел один, предложил там, соответственно, поговорить еще с двумя другими. Вот пока, скажем так, на самом, как говорится, предварительном этапе нас все устраивает, их все устраивает. Завтра проводим личную встречу с целью. Интересно. С целью оформления. Интересно будет узнать фамилии. Ну, дождемся. Дождемся, да. Тру-тру. Я почему про защиту-то спрашиваю? Мы с Максимом работали на матче Коммунара-Портер и видели, что, в общем-то, с вашей обороной сделал чуть ли не в одиночку Максим Сергеевич Ковальчук. Да, абсолютно. Вспоминаете вот этот матч и, собственно говоря, пару комментариев вот по этому. Да, Дмитрий, ну, как раз начали мы этот матч вот именно что без Карена, то есть Карен немножко задержался у нас по транспортным причинам. И те игроки, которые у нас вышли с первых минут, вот они, к сожалению, ту позицию, вот, которую он занимает, то есть, вот, условно говоря, мы играем в три защитника, он занимает место центрального. Вот эту позицию, к сожалению, перекрыть не смогли. Вот, и только с приходом Карена, когда он вышел на поле, вот он смог с Максимом, по крайней мере, за счет позиционной игры, за счет правильного, скажем так, улучения момента отбора, вот, он смог. Хотя бы что-то ему противопоставить, ну, по крайней мере, не уступить там, в, как говорится, вот этой вот позиционной, позиционной игре. Вот, ну, и, соответственно, когда мы сталкиваемся с такими более, такими молодыми, активными, бегущими командами, все-таки возраст тоже сказывается, потому что Карен за 40, вот, и здесь, безусловно, нужно, чтобы ему помогали соответствующий уровень футболисты. Вот, мы, поэтому, естественно, думаем о том, чтобы, повторюсь, как минимум, еще одного игрока такого уровня именно в оборонительные свои порядки пригласить. Ну, как получится, уже будем смотреть вот в ближайшее время. Многие просто команды начинают сформировать свой состав вообще, игру строить именно от печки, то есть от обороны. У вас получается, что вы идете сверху, сверху вниз, с атаки, с атаки. У нас здесь, наверное, здесь такой, знаете, общий международный сейчас идет уклон, да, то есть все готовы, как бы, начинать именно со звезд из атакующей линии, вот, и, как говорится, переходы на Ямар, Криштиан Роналду и так далее, подчеркивают, что для, как говорится, эффекта, для улучшения именно, скажем так, показателей, и все равно решает, перебретаются очки путем забивания мячей, вот, поэтому здесь мы, конечно, приходится так, что хотим улучшить свои атакующие, свой атакующий потенциал, тем более, вот, последний матч с Фениксом, опять-таки, повторюсь, показал, что вскрывать оборону у грамотных соперников у нас, к сожалению, получается не очень хорошо. То есть у Комунара сейчас нет своего Ямара и Криштиана Роналду, это кто-то из новичков будет? Вот, я думаю, что Куплинов, это будет такой первой ласточкой в этом направлении, вот, Федю по манере, Федю Зинченко, наверное, сложно сравнить с кем-то из большого футбола, вот, он все-таки мячик, по призванию, по своему игровому пути, вот, поэтому, вот, Сергей, он такой вот, именно, рассчитан на него больше стильное движение, на обыгрыш, вот, поэтому, и очень хороший удар, очень хороший удар. В прошлом году, вот, в ветеранской лиге, он забил, если не ошибаюсь, 85 мячей, причем на достаточно приличном уровне, потому что ветераны там играют, по всей Москве собираются команды, я бы не сказал, что там пенсионеры, вот, и на их уровне он является, по сути, основным лучшим игроком, вот, этой ветеранской лиги. Но Федор при этом капитаном остается? В этом плане никаких изменений не может произойти, капитаном выбран еще в прошлом году, вот, в коллективе... Голосованием выбрали? Да, да, голосованием, незыблемый авторитет, Федя всегда дает со своей стороны советы, несмотря на то, что у нас есть тренер, он всегда подскажет в каких-то дополнительных нюансах, как действовать, какие-то комбинации, даже изменения футбола тоже бывает, что подсказывает. Вот, поэтому нам очень приятно, что Федор с нами, очень уважительный, такой интеллигентный человек, ну, коммунар вообще, в принципе, у нас строится, как бы, сказать, с такой точки зрения, чтобы, в первую очередь, всем было комфортно по общению, вот, и в данном плане, как бы, капитан команды, вот, он воплощение комфортной обстановки у нас в коллективе. У вас получается, что Зинченко очень опытный футболист, в центре обороны играет, также очень многоопытный игрок, но с чем, какая цель у этого всего, да, по идее, чтобы они раздавали опыт более молодым игрокам, вот, есть ли какие-то, может быть, молодые звездочки, да, и как, вообще, молодежь оправдывает доверие? Дмитрий, очень, ну, как бы, правильную мысль вы сейчас вот так вот заранили, да, наш разговор, я даже более так глобально скажу, в данный момент, вот, те ветераны, да, которые у нас в команде, мы считаем, что на уровне первого дивизиона, вот, безусловно, это те люди, которые должны нам помочь выполнить нашу задачу, она, все-таки, ну, мы играем на победу, вот, мы играем в каждом матче с целью получить три очка. Вот, ну, и, соответственно, надеемся на то, что это потом воплотится в конце сезона в переход в вышку, при этом в вышке даже сами наши ветераны, я, как говорится, не ставлю под сомнение их игровое и, как говорится, спортивное мастерство, да, вот, они сами понимают, что на определенном уровне, конечно, они в какой-то момент уже могут не потянуть, вот, я сейчас не беру Федора, да, вот, у нас есть Юрий Таталькин, вот, который в группе первой лиги, там, всеми отмечал, что человеку 48 лет, вот, он в потрясающей форме находится, он не грамма лишнего веса, то есть, он, и, действительно, он у нас лидер, то есть, он в полузащите, это ключевой игрок в середине поля, вот, но, опять-таки, возраст есть возраст и, там, грубо говоря, там, Забирюковым потом в высшем дивизионе, конечно, гоняться будет тяжело, вот, поэтому мы рассчитываем на то, что постепенно, если мы будем видеть, что задача у нас складывается выполнить, вот, мы, конечно, будем стараться омолодить коллектив, вот, и, ну, в данном плане сейчас выделить у нас в команде, наверное, можно Шамиле Гусейнова, вот, он недавно у нас появился, насколько мне известно, он с школы локомотива московского, Портуру как раз он завелал, да? Да, 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 вот такой габаритный парень, ну, габаритный, в смысле, высокий рост, да, высокий рост, длинные ноги, то есть, бежит, бежит, обыгрывает, не стесняется, и мы, вот, играли за дубль с Селтиком, со вторым на Востоке, и он на фоне Селтика смотрелся очень прилично, там, тоже обыгрывал, несмотря на поражение, ну, именно как индивидуальное его качество мне очень понравились, вот, поэтому надеемся, что дорастет у нас до одного из лидеров, тоже, вот, наши атакующие обойны. А какое вообще, вот, взаимодействие между основным составом Комунара и дублем, который на Востоке играет, почему на Востоке дубль, и есть ли обмен, то есть, готовите ли вы в дубле игроков для основного состава? Ну, у нас тренер Константин Малко, он рассматривает дубль, как, он и там, и там, да? Да, он, во-первых, сам выходит, играет на дубль, и он рассматривает дубль, ну, что-то вроде полигона, там, для обкатки, там, определенной тактики с тем или иным соперником, опять-таки, на Востоке дубль позволяет встречаться, вот, как я уже сказал, с такими командами, как Селтик-2, там, у многих команд дублей из высших дивизионов, и на этом фоне тоже мы можем из основы кого-то пригласить даже на такой матч, чтобы проверить еще раз свои силы. Ну, а там тоже из основы, наверное, игроки приходят, да, из Селтик-2? Вот, непосредственно с Селтик-2 мы играли сразу после их матча, они сыграли свой матч в вышке, вот, и там, за исключением двух-трех человек, они перешли сразу к нам на поле, подряд сыграли, да, сыграли две игры, да, то есть, по факту, это был Селтик-2, там, повторюсь, без буквально, там, двух-трех человек, там, который на первом месте идет, отмечали, вот, там, по-моему, Джималеддинов только вот уехал, вот, из второй команды, ну, из Селтик-2, вот, из тех, кого я так хорошо знаю в лицо, а вот остальные там, в принципе, все были, поэтому, да, дубль для нас, это не, как сказать, не просто времяпрепровождение, это определенная тоже возможность и подготовиться, вот, и получить игровую практику кому-то, кто у нас в основе не так часто уходит, вот, потому что в этом сезоне у нас глубина состава несколько больше, чем в прошлом, и даже на основе у нас так получается, что там из 14-15 человек, кто приезжает, ну, не все довольны игровым временем, поэтому на дубле есть возможность приехать там и получить там и практику, повторюсь, и поддержать форму, вот, ну, и, соответственно, нам какие-то свои собственные наработки еще. Сам тоже играешь? Да, я на дубле, соответственно, вот использую уже, как вы видите, с правого руководителя, ну, вот, там я 60 минут, стараюсь, по крайней мере, форму поддерживать. На какой позиции? Ну, я полузащитник, вот, на определенных случаях там Константин меня может в барону поставить, но я ему всегда ссылаюсь на то, что оборонительные качества не очень хорошие, вот, поэтому лучше отдать, креатив мне отдать. За основный состав тоже выходишь, да, играешь? Да, да, стараюсь просто не портить, конечно, поэтому основа у нас всегда составлена из тех, кто сильнее на данный момент, вот, ну, по мере возможности стараюсь поддержать темп, помочь в прессинге, такие общие, общие игровые задачи. Ясно. У меня, честно говоря, Коммунар иногда вызывает какое-то чувство нелогичности, и где-то это прослеживается, на мой взгляд, лучшее подтверждение – это ваш прошлый сезон и его кульминация. Мы задавали этот вопрос с Мишей Меркуловым Федей Дзинченко, он, ну, так толком и не смог ответить, сказал, что народ не собрался, но как, как руководитель, может быть, все-таки дашь какую-то оценку той ситуации, как в таковых матчах просто приехать и космос, ну, без борьбы отдать. Тут по-другому сказать, иначе, как форс-мажор, да, сложно подобрать какой-то иной термин. Когда заканчивался сезон, вот, как сейчас помню, мы отыграли последний матч регулярного чемпионата с Интеросом, и когда мы поняли, что там как раз у нас внуково было, там, в нескольких очках, и у нас вот решалось, соответственно, кто напрямую выходит вместе с Успенским, и когда мы поняли, что все-таки внуково, и мы попадаем в стыковые матчи, вот, это уже было ясно, вот, на последнем матче с Интеросом. И, соответственно, вот, прежде всего наши ветераны, они сказали, что так и так, через неделю у нас уже запланированы, там, у кого семейные, у кого рабочие мероприятия, вот, Федя, насколько мне известно, там, на сбор улетал с мини-футбольной командой, поэтому чисто физически они не могли принять части стыковых. И у нас получилось так, что мы с Эльбионом, у нас была игра в субботу, в воскресенье, мы с Эльбионом даже еще собрали, там, две-три замены, у нас Татаркин был на игре с Эльбионом, мы сыграли с Эльбионом, мы выиграли, мы выиграли очень уверенно, там, что-то вроде 5-2, причем по ходу встречи, там, 3-0 было, 4-1, вот, мы еще, я считаю, что мы с Эльбионом вообще, что-то не в лучший матч в сезоне, как, на удивление, выдали, вот, там, «Челкосмос» с Эльбионом сыграли. Да, да, «Космос», потом, последний матч этой пульки был. То есть, понимая, что у нас такие обстоятельства, во-первых, как говорится, психологически раскрепостились, то есть, с Эльбионом выдали очень такой интересный, хороший матч, у нас с ними в сезоне такого не было, мы им проиграли дважды. И, соответственно, в воскресенье матч с «Космосом», и у нас уже и Татаркина не было в воскресенье, вот, мы просто собрали 8 человек. Там вообще же без замен приехали, да? Да, да, мы просто собрали 8 человек, выходил Константин Малко играть уже со стрельницкой скамейки, получается. То есть, у нас, ну, как бы, Володя Епифанов правильно сказал там в итоге его передачи, что, извините, но эта проблема Кумунар, ну, действительно, так получилось, в общем, решающий матч года, решающий матч года, да, и у нас вот такая ситуация, и здесь объективно мы ничего не могли поделать, тут, как говорится, никакие там переносы или еще что-то смысла не было, потому что люди уезжали фактически на две-три недели, то есть, нас даже там обмен матчами теоретически даже он бы нас не выручил, вот, так что решили, как будет, так будет, если суждено еще год в первой лиге отыграть. Как отнеслись к этому? Может быть, было обидно или поняли, что, ну, значит, не готовы еще? Скорее, второе, достаточно спокойно, вот, поскольку я в данной ситуации считаю, что, если не сложилось, ну, значит, не наше время еще не пришло, вот, и действительно, когда мы будем уже в полном, в полном боекомплекте, в полном состоянии и понимать и психологически, и физически, что мы достойны высшего дивизиона, значит, тогда мы в нем и будем играть. А в то же время... Извини, пожалуйста, а вот в данный момент, если убрать того же Татаркина, Зинченко, допустим, не сможет приехать на этот ключевой матч, на ваш взгляд, ситуация изменится или примерно все точно так же будет? Вот, опять-таки, показательный матч с Фениксом. То есть, на мой взгляд, снова ситуация сводится к тому, что необходимо прибавлять. Мы вот с Максимом тоже общались, готовясь к передаче, я согласен с его мнением, что, да, в вышке есть ряд команд, с которыми объективно мы, опять-таки, там, при полном сборе, при хорошей готовности, мы можем сейчас сыграть. Но если мы берем топ, там, 5-6, то на их фоне, как бы, мне лично, например, будет не просто, там, обидно, да, а мне бы не хотелось, чтобы коллектив страдал психологически, то есть, получить, там, от Титана, от Мега Титана, от ФКСП, там, под 10 голов, это не тот футбол, которым мы хотели бы играть, хотели бы бороться на равных. Отсюда вот такой вопрос возникает. Альбион, который вы обыграли в стыковых матчах, в итоге все-таки оказался в премьер-лиге, да, потому что ввиду снятия некоторых команд КПРФ, магистрали, появилась возможность подняться некоторым командам первого дивизиона. Вам, насколько я знаю, тоже предлагался этот вариант, и по этой причине отказались, которую ты сейчас сказал? Ну, по большей части, да, потому что у нас было несколько вариантов, на самом деле, летом, именно вот из-за того, что в высшем дивизионе некоторые коллективы стали сниматься, и кегли понизились, собственно, добровольно. А вот на Алексея Приходного, руководителя кегли, насколько мне известно, выходил с предложением занять их место. И на тот момент мы однозначно считали, что это был сразу, там, небольшой срок прошел после таковых матчей. То есть, естественно, я сразу сказал, что нет, мы не готовы занять место в высшем дивизионе. То есть, итоговое мнение было именно за тобой? Да, конечно, тут, потому что в любом случае определенный кадровый подбор был необходим в этом случае, если мы приняли решение с Константином, с Алексеем, с Сергеем Макашом. Вот у нас на сайте, как говорится, они все отражены, наш. А какие функции, кстати, штаб? Молко, понятно, ты, понятно тоже. Алексей Приходный, административный, то есть, он такой парень очень пробивной. И вот в плане явки на игры, на тренировки, он собирает коллектив у нас. И в основном все моменты, связанные с организацией жизни Коммунара, все на Алексея. То есть, я просто по работе физически не успеваю, в этом плане мне Алексей очень помогает. Я ему искренне в этом плане благодарен. Сергей Макашов, это наш старший товарищ, скажем так. Вот он нам оказывает посильную помощь в экономическом плане. Вот тоже так же выходит, играет за Коммунар. Вот мы с ним тоже, как говорится, в одной упряжке, единомышленники. Очень рады, что он тоже у нас в Коммунаре есть. Вот, поэтому мы исключительно исходя из того, что, да, не готов. Вот Иван Ершов принял такое решение, пойти в высший дивизион. Ну, не знаю, как он сейчас считает, оправданно это было или нет. Вот вторую победу сейчас одержали. Да. Шесть очков набрали. Да. Поставив соперника в неудобное положение по времени. Насколько я понял с твоего отчета. Вот серый координат, оказывается, у нас все инсайды знают. Давайте к чемпионату возвращаться. Какая сейчас атмосфера в команде? Старт сезона вам удался? Явно уже казалось, что не догнать, сами поверили, что уже все. Ну, конечно, победная серия у нас выдалась достаточно впечатляющая, при том, что не одерживали мы там каких-то суперуверенных побед. Восемь подряд выиграли, да? Да. Да. И, соответственно, в данной ситуации, конечно, как Константин говорил, что на него уже начал давить немножко психологический груз этой победной серии, что когда же она прервется, вот, и с каждым разом настраивать команду на победную нацию тяжелее и тяжелее. Ну, сейчас обстановка рабочая, вот, просто в игровом плане многое матч с Фениксом показал, мы действительно сделали выводы. Разбор полетов был серьезный, раздрайв в раздевалке устроили? Нет, у нас, повторюсь, коллектив все все понимают, и в данной ситуации, конечно, мы больше отталкиваемся, вот, у наших технико-тактических действий, которые мы потом по записи разобрали. Ну, и, собственно говоря, вот, трансфер на Кнопа доспела, поэтому тут выводы в двух направлениях, они и в игровом, и в кадровом плане будут сделаны, скорее всего. Про Турбину. Турбина предшествовала Фениксу. Вот про этот матч, из него вы не делали никаких выводов? Турбина, скажем так, сделала то, чего не сделала с нами Адидас. Адидас реально нас переигрывал за счет физической готовности. Ребята все очень быстрые и техничные, и, конечно, можно сказать, что мы в определенной степени отскочили тогда, то есть, забив на последней минуте. Турбина, ну, ничего не могу сказать, кроме того, что перед их физической готовностью можно только шляпу снять, вот, потому что ребята, ну, действительно, 60 минут просто на каждом участке поля боролись, бегали, старались, отбирали. Я думаю, они не будут спорить, что голы, которые были забиты, они немножко такой случайный характер носили. Вот, но общий контекст игры, общий контекст игры, это, конечно, мы уступили физически, прежде всего. Поэтому с такими коллективами, которые предлагают несколько иной футбол, вот, не, так скажем, не игровой, а вот именно построенный на борьбе, на каком-то таком активном противодействии, вот, значит, с ними надо несколько по-другому строить и свою тактику, и свою игру. Вот, для этого у нас, соответственно, мы считаем, что еще, вот, как раз не хватает, наверное, двух-трех человек. Такого столпового характера. Но при этом турбины на четвертом месте по делу? Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что, посмотрите, очень стабильно собираются. Атлантисы выиграли 9-2, которые... Атлантис не удивляет вообще. Которые, опять-таки... Или удивляет, наоборот. Удивляет, удивляет, но это все-таки говорит о том, что Первая лига растет. Первая лига растет. Десятое место Атлантиса, конечно. Первая лига растет. И тот же самый Константин Глазков и Максим Ромаченко, которые, может быть, там, два года назад могли бы, мне кажется, вдвоем обыграть половину Первой лиги. Вот, сейчас они, соответственно, ультра поиграли 3-4. Ультра играл в межностях, насколько я помню. Там красная карточка у них была. Одаление было. Да, вот, поэтому, что тут говорить. Турбина заняли свою нишу в определенной степени, на мой взгляд. То есть, такая команда, в которой просто любому сопернику будет тяжело, который там даже в игровом плане будет их превосходить. Но они за счет вот именно концентрации, борьбы. Ну, это, не знаю, чемпионат России, прошедший 8 на 8, тоже подтвердил. Это что в одном моментном каком-то матче команда, которая по мастерству ниже, намного. Вот, она может просто упереться и победить. Мне кажется, Турбина это вот чем-то даже чемпионом напоминает. Все бьются, все борются, все отбирают. Никто не сдается до последней минуты. То есть, здесь надо дать им должное. Дима, спасибо тебе большое за такой детальный обзор футбола, разбор технико-тактических нюансов. Видим, что ты настоящий профессионал своего дела, что понимаешь игру. Последний вопрос, с твоего позволения. Почему все-таки Комунар? Откуда такое название? Название такое революционно-семейное. Вот, тут такой симбиоз получился. Мы, когда начинали в ЛФЛ свою историю, мы, я сам из Коломны, и ребята со мной были из Коломны. То есть, кто приезжал в самом начале играть в ЛФЛ, мы начинали со второго дивизиона, в РУ с третьего дивизиона. И мы взяли команду, они ушли в другую лигу, в другой дивизион. Мы взяли команду с названием Красная Пресня. В РУ, опять-таки, ВРУ, УВД Пресня. УВД Пресня. Ну, УВД это немножко не наша аббревиатура, хотя в юридическом плане близка. Оставили Пресня, то есть, такого революционного характера. Затем два сезона отыграли, никак не могли подняться во вторую. Во второй тоже освободилось место. Перешли на освободительное место во вторую. Опять-таки, нужно было переименоваться. Ну, и тут я вспомнил, что у меня бабушка родом из поселка Коммунар Курской области. Курской области? Да, Курской области. Коммунар, это участник парижской коммуны, 19 век, революция, Франция, Пресня, революция 5-го года, 20 век в России. Ну, и все. Тут само собой возникло название, то есть, перейти от Пресня к Коммунару. Ну, и, соответственно, в память о бабушке тоже. В определенной степени. Сейчас вот провели ребрендинг эмблемы. Теперь у нас на эмблеме герб района, то есть, откуда поселок Коммунар. И вот 1926 год, это вот дата рождения, год рождения моей бабушки. Так что... Это интересно. Вот такой вот, да. Такой экскурс выстрою небольшой. Да. Ну что ж, еще раз тебе большое спасибо. Спасибо вам большое. Что пришел, отвечал на вопросы. Спасибо за вопросы. Это был Дмитрий Воронков, играющий руководитель команды Коммунар, выступающий в Первой Лиге Запада. Удачи вашей команде, и обязательно выйти в Высшую Лигу. Будем стараться радовать хорошую. Спасибо. Спасибо большое нашему гостю Дмитрию Воронкову за то, что сегодня нас посетил. Мы в наш хронометраж постарались уложиться, но если что-то забыли, просим, конечно, прощения. Обязательно поговорим об этом в следующей передаче. Через две недели мы увидимся. В этой студии сегодня был Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов, Максим Киселев. И до новых встреч. Играйте в футбол. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok